здравствуйте уважаемые телезрители на тв программа открыт эфир я владимир банчиков с удовольствием представляю гостью в нашей студии заведующий детским реабилитационным отделением детской поликлиники номер два городской поликлиники соответственно номер два марина петровна будаева марина петровна здравствуйте и мы сегодня с вами мы вас пригласили чтобы поговорить о таком я даже не знаю как это назвать это врачебный термин это это диагноз или это какой-то социальный статус человека до человека с аутизмом вот что это такое вообще ау аутизм потому что я об этом как все наверное люди не так уж и много знаю но тем не менее кое-что знаю вижу и людей таких знают вот что это такое что это заявление такое но аутизм это в первую очередь действительно диагноз то есть это медицинская именно конкретная нозологическая единица аутизм но она объединяет довольно много заболеваний не заболеваний а как бы состояние вообще аутизм стали интенсивно изучать только в конце прошлого века и поэтому еще все подходы и в том числе и к диагностике и лечебные подходы они все еще дискутабельны до сих пор степень аутизма бывает разная от первой степени когда совсем человек не контактирует с внешним миром и абсолютно пограничное состояние психологическое да между нормальностью и совершенно ненормальностью или как но в тяжелом случае аутизм это заболевание которое не позволяет человеку самостоятельно существовать то есть он не общается полностью у него прекращены контакты с внешним миром он не разговаривает ни с кем он не смотрит на него внешние воздействия как бы не действует полностью зависим от окружающих и на другом как бы конце спектра вот этих вот аутистических расстройств это люди с особенностями поведениями то что уже нельзя назвать в полной мере аутизмом как таковым но тем не менее они имеют вот аутистические черты расстройство аутистического спектра это называется или с особенностями аутистическими формулируют диагноз по разному и эти вот люди и именно эти особенно дети поскольку мы в основном занимаемся детьми дать и как детская поликлиника они требуют наибольшего внимания потому что именно их можно адаптировать и вернуть даже в социальную среду если вовремя вмешаться и правильно с ними поработать то есть это должны в первую очередь делать естественно родители родители конечно должны обратить на это внимание безусловно то есть ребенок и извините марина петровна перебил да ребенок вот сидит занимается своими делами замкнут ни с кем не разговаривает ни на что не реагирует да вот вот с этого надо начинать реагировать на на такое вот его поведение или какие то есть еще другие признаки признаков у аутизма довольно много например есть характерный признак аутизма эхололея когда ребенок повторяет слова и фразы не понимая их смысла он просто повторяет как их есть признаки такие вот как вы уже сказали то есть сидит занимается чем-то не контактирует со сверстниками очень избирательный имеет контакт контактирует только с родителями или например только с мамой контактирует со всеми другими людьми не общается стереотипное поведение то есть повторяющиеся вот какие-то действия которые не приносят но не имеющие скажем так логического кого-то объяснения может ребенок рисовать например одну и ту же картинку в течение там постоянно ежедневно в течение даже нескольких лет да конечно такие особенности поведения в первую очередь замечаются родителями и с ними обращаться необходимо к специалисту чем отличается вот аутизм от более острых таких проявлений ну психической психического нездоровья так сказал наверное но я не психиатр я педиатр все-таки по основному образованию да не являясь психиатром я не могу вам сказать конкретные диагностические критерии и никто не может сказать это все-таки должен определить специалист это ставит диагноз врач-невролог и врач-психиатр то есть либо тот либо другой доктор либо они совместно ставят окончательный диагноз аутизм а есть какое-то изначальное вот откуда берется вообще откуда вот дети такие есть какие-то отклонения у родителей там экология повлияла неправильный образ жизни родителей или так вот откуда но на данный момент считается что 25 до половины процент до половины случаев аутистических расстройств вызвано генетическими сбоями да то есть одно агентический сбой соответственно возникают от разных причин и курение алкоголь и и все и накопленный генетический материал и поздний возраст родителей и экологии все-все совокупности это дает но тем не менее часть расстройства остается как бы неясного происхождения без генетических маркеров либо эти генетические маркеры на данный момент не расшифрованы но это вот пока в пределах еще и следует марин петровна я вот со стороны допустим сейчас родители да у которых такие дети возможно еще даже в раннем возрасте который где-то еще совершенно не проявляется как с этим жить есть какие-то вот советы рекомендации родителям как с этим ребенком жить но как с этим ребенком жить это конкретно зависит конечно от конкретной семьи конкретного ребенка как я уже сказала аутизм это очень такое заболевание многогранное проявляется она по-разному и у каждого каждому ребенку каждой семье соответственно индивидуальный получается подход но у нас например вот на нашей базе в детской поликлинике работает центр раннего вмешательства что характерно что чем раньше начинается вмешательство тем она более эффективно это касается не только аутизма это вообще относится к любым нарушением развития детей и центры ранней помощи направлены именно на это там в основном идет психология педагогическая помощь мы еще добавляем медиками медицинскую именно реабилитационную составляющие получается эффективная программа центры ранней помощи есть не только у нас во второй поликлинике они есть еще у нас пять центров ранней помощи городе улан-уды это аистенок это четвертая больница вторая больница шестая поликлиника практически везде 5 центров раннего развития ранней помощи там именно работают психологи специалист по коммуникации то что называется не логопед в прямом вот в таком обыденном смысле который там кто rl там не выговаривает да а именно специалист по коммуникациям который учит ребенка в основном потому что у них идут именно нарушение социализации что нужно что нужно родителям ребенка с аутизмом чтобы он развивался как нормальный ребенок чтобы он мог ходить в садик и в идеале он мог ходить в школу это самое основное что требуется не чтобы он там спортивных достижений достиг или еще что-то это основное и поэтому идет именно специалист по коммуникациям психолог работает полностью семьей сначала ведет комплексная диагностика потом работа с семьей и каждому ребенку подход находят то есть там очень много разных методов терапии там эрготерапия базовые трудовые навыки держать зубную щетку вот это все обучают и родителей в том числе обучает как с ребенком заниматься как его как одеваться как застегивать пуговки если это он умеет то значит как общаться зависит от того какие сложности именно конкретного ребенка аутизм очень много в каком возрасте определяются вот такие вообще вот в каком возрасте можно нужно ребенка привести к врачу просто показать и сказать вот он у нас как развивается в каком возрасте это должно проявиться вообще нормально год полтора два наиболее тяжелые расстройства проявляется наиболее раннем возрасте это сразу понятно то есть когда ребенок не буквально на втором году жизни уже не вступает в коммуникации уходит как бы в себя у них про у него пропадает речевые навыки которые он на более ранних этапах себе приобрел туда уже начинается это наиболее тяжелая форма аутизма вот легкие формы они могут проявляться в более позднем возрасте и там уже действительно зависит от родителей насколько они будут внимательны насколько они это заподозрят и вовремя обратятся к специалистам какой процент если есть такие конечно цифры я не знаю марина петровна вот социализация этих детей но с тяжелой формы там наверное все как-то все сложнее а вот с более легкими там средней легкой формы как можно ли привести пример потому что я когда готовился программе да я целую кучу тут имен знаменитых людей выписал которые в той или иной степени страдают аутизмом в том числе я уже говорил это не хопкинс да дважды оскароносный актер и билл гейтс первый самый богатый там человек 20 21 века на планете ну то есть это люди которые несмотря вот на это добились успеха успехов да еще каких ну да если брать международные как бы усредненные данные аутизм проявляется все-таки в возрасте до трех лет диагностируется и те кто приходит раньше до трех лет до 60 процентов возможна социализация у этих детей а то есть больше половины это больше а потом но причем в течение там ну двух какого-то период не такого длительного периода времени они потом могут даже в школу пойти в общеобразовательную чем позднее приходят с этими детьми в 4 5 там ближе к школьному возрасту во-первых реабилитационный процесс занимает уже годы во вторых уже эффективность его будет другая вот у нас же существует ну врачи педиатры я знаю что их не хватает вас не хватает да сестры патронажные они же ходят знают всех детей практически всех новорожденных не практически всех но то есть тут надо стучаться до родителей или все-таки вот каким образом чтобы люди не не ждали четырех-пяти лет и не поняли что да у нас с ребенком действительно серьезные проблемы которые начались не вот не вчера не позавчера там два года назад вот как вот это родительское желание вернее бо опаска того что да вот действительно ребенок у нас не не такой как все наши многие так поступают да нету да это пройдет он сейчас повзрослеет начнет говорить все будет нормально и вот эти вот это время упущено правильно вот как достучаться в этих родителей сложный вопрос очень сложный вопрос потому что как уже вот мы с вами проговорили да тяжелые расстройства они даже на обычном профилактическом осмотре который идет регламентированно да там возрасте года но в год допустим там еще очень рано об этом говорить а уже возрасте трех лет тем более перед тем как оформляться ребенок садик он проходит всех специалистов тяжелые формы они их уже невозможно пропустить как правило а вот эти переходные и легкие формы это уже если нет целенаправленных жалоб нет посыла от законных представителей от родителей да это очень сложно настороженность но должна быть не сказать что прямо такая очень высокой распространенности аутизма да у нас например вот среди детей инвалидов у нас детей с ограниченными возможностями в республике бурятия на начало этого года пять тысяч семьсот семьдесят семьдесят всех всех совсем не 117 детей аутистов то есть это менее это две два процента даже не два ноль два процента два две сотых процента это составляет это немного но тем не менее рост допустим первичной инвалидности на 13 14 процентов в год идет то есть это это усугубляется проблема и есть такие данные по которой пока еще проходят проверку что как раз высокой информатизация детей начиная с раннего возраста большое количество гаджетов оно приводит к усугублению расстройства и даже не 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 к возникновению но к манифестации скажем так то есть если бы не было вот он бы не проявился да а вот именно такая информационная высокая высокая среда когда не надо общаться когда у тебя вся информация идет без общения без живого общения она усугубляет и про и приводит к манифестации вот этих вот именно аутистических черт у детей и усугубляет те которые могли бы не проявиться если бы ребенок меньше сидел за компьютером с этим а больше бы общался со сверстниками и не имел непосредственно контакты в семье в школе в секции в какой-то куда я говорю что гаджет это зло да согласно для детей это однозначно зло для детей это однозначно скажите пожалуйста как можем уберечь вот от тех людей которые готовятся стать родителями что им нужно сделать для того чтобы ну как-то возможно подстраховаться таких вот есть такие рецепты нет к сожалению таких рецептов нет то есть как повторяться что это 50 процентов генетические аномалии только здоровый образ жизни общие рекомендации для детей для родителей которые хотят иметь здоровое потомство то есть самим себя свое здоровье беречь начиная уже с молоду и готовится правильным образом уже к родительской роли без вредных привычек в хорошей среде как бы с правильным питанием и универсальных таких к сожалению специфической профилактики это называется у медиков специфическая профилактика то есть вот как прививку ставит да чтобы не заболеть вот прививки от аутизма к сожалению пока нет вряд ли когда-то она будет ну то есть рекомендации как можно было давать такие 500 лет назад да и вчера это одно и то же это здоровый образ жизни и да да и любовь к будущему своему потомку потомству заранее любовь однозначно любовь внимание и знание вот этих вот все таки черт которые я думаю наша передача сегодняшняя поспособствует будем надеяться и собственно для этого мы с вами здесь сегодня встретились еще один такой вопрос очень тоже серьезный и немаловажный на мой взгляд а вот эти дети о которых мы говорим что детям желательно да даже при каких-то очень достаточно серьезных стадиях аутизма все-таки находиться в обществе находиться в обыкновенной учрежденной школе общаться также со своими сверстниками у нас готовы люди родители у тех школьников которых мы будем так считать нормальными да они готовы что с ними в одном классе будут учиться дети немножко другие тут чуть-чуть другие вот в социальной точке зрения вы как какую-то работу вот проводите в таких школах где есть такие дети иначе ответственность вообще в принципе должно быть ответственность на школе на врачах родителях или совместными усилиями включая общественности нас в том числе с мишников мы должны вот донести до всех что это такие же дети но чуть-чуть с другим уровнем восприятия действительности можно так наверное сказать ну вы по сути сами ответили на вопрос да очень хорошо сформулирование что это действительно общая ответственность ну вот как врач педиатр может повлиять на родителей детей которых учатся в школе инклюзивное образование это проект который давно существует именно чтобы дети с особенностями развития которые позволяют все-таки общие посещать общеобразовательную школу посещали таки эту общеобразовательную школу лично я являюсь сторонником инклюзивного образования для детей с легкой патологии потому что когда дети с тяжелой патологии это все-таки требуются специфические условия и если они включаются в это инклюзивное образование там уже идет акцент на этих детей и немножко ущемляются права других детей если дети с легкими расстройствами аутистического спектра просто с особенностями восприятия я считаю что да они должны быть подготовлены вот именно со службой ранней помощи с реабилитационными программами и включаться в общий в общий образовательный процесс такие дети наиболее бывают талантливы именно в точных науках либо в творчестве вы уже привели примеры это можно список расширять то есть не обязательно там то что называть синдром саванда остров гениальности что в чем-то человек гениален ну действительно гениален во всем остальном он даже себя обслуживать не может а такие дети имеют особенности восприятия они в точных науках бывают как правило успешны в творческих и и в каких-то особенно таких узких отраслях да они должны я считаю они должны учиться в общей школе и к этому должны быть совместные усилия приложены со всех сторон но в первую очередь конечно наверное все таки от образовательной сферы зависит в первую очередь насколько учителя да и организации учебники даже те же самые может быть должны быть какие-то ну чуть-чуть другие нет или это все должно быть вот так как как у как у всех ну вот видите тут я не специалист я вам наверное не с ну да и вопросы неправильно сформулировал конечно да я говорю что либо этот ребенок настолько должен быть адаптирован чтобы он мог учиться именно в общеобразовательной школе по общеобразовательной программе да у него могут быть какие-то требования другие но он будет осваивать эту программу именно в этих условиях и это позволит ему в дальнейшем состояться уже как личности и полностью социализироваться это самая главная цель любой реабилитации да конечно согласно с вами марина петровна огромное спасибо за беседу прежде чем прощаемся с нашими дорогими телезрителями я хочу предоставить вам слово обратиться к нашим телезрителям к родителям педагогам врачам тем кто так или иначе сталкивается с такими особенными детьми пожалуйста эту камеру уважаемые зрители уважаемые жители города лануды республики бурятия действительно хотелось бы сказать что дети с особенностями развития точно такие же дети и они любимы и для своих родителей они также важны как для вас свои собственные дети поэтому нужно прилагать к этому усилия каждый ребенок достоин того и заслуживает того чтобы полностью раскрыть его реабилитационный потенциал то есть все возможности которые может ребенок реализовать в этой жизни должны быть реализованы поэтому приходите обращайтесь в службы ранней помощи в реабилитационное отделение в наше отделение можете обращаться мы принимаем полностью весь город и республику тоже принимаем просто не надо оставаться наедине с этой проблемой это решаемо и вот как мы уже сказали в большей части случаев может быть достигнуто улучшение и даже полная полная реализация реабилитационного потенциала спасибо большое спасибо марина петровна за вашу работу такую я так скажу что это нужно иметь такие стальные нервы да и такое большое доброе сердце чтобы помогать таким детям родителям спасибо вам огромное здоровья вам конечно в первую очередь уважаемые зрители а напомню что гости программы открытый эфир была заведующей детским реабилитационным отделением городской поликлиники номер два марина будаева я владимир банчиков прощаюсь с вами берегите себя своих близких всего вам самого доброго увидимся